В окружной столице задержали похитителей пуха из птичьих гнезд. По данным правоохранителей, злоумышленники летом этого года специально выезжали на остров Вайгач для сбора сырья от обыкновенной гаги и белощокой казарки. Всего было добыто 130 килограмм. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. Далее все подробности. Эти кадры были сняты в конце сентября. Как раз тогда сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местной полиции прибыли на остров Вайгач для проверки факта незаконного сбора пуха из гнезд краснокнижной гаги и белощокой казарки. Злоумышленники две недели подряд выезжали в природоохранную зону. За сезон удалось собрать около 130 килограммов пуха. Это 10 мешков. Очищенное от мусора и просушенное с использованием специального оборудования сырье браконьеры планировали доставить в Москву. У меня своя община создана. Территориально-соседская община. И сотрудничаю с компанией, которая занимается переработкой пуха. Ну где-то в июле. Июль. Начало августа. Когда птица сходит с гнезда уже, с пустых гнезд собираем этот пух. Впрочем, у оперативников другая версия. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сбор пуха шел в период гнездования. Местные правоохранители уже возбудили уголовное дело по 262 статье – нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. По заключению специалистов Института географии Российской академии наук, это происходило в период гнездования, что могло привести к гибели значительной части кладок и препятствовало воспроизводству популяции птиц. У злоумышленников изъято 130 килограммов пуха. По предварительным подсчетам сумма ущерба превысила 15 миллионов рублей. Пух обыкновенной гаги и белощокой казарки действительно очень ценный. Он легкий и теплый, поэтому его используют для набивки подушек, одеял и теплой одежды для полярников, альпинистов и космонавтов. По данным некоторых источников, цена за килограмм такого сырья достигает 300 тысяч рублей. Мы приняли решение вопрос по сбору гагачевого пуха, казарки белощокой, вынести на природоохранный совет Ненецкого округа, который состоится в конце декабря этого года. В данный момент мы ждем от научных сотрудников каких-то либо разъяснений, материалов, документов касаемо сбора этого пуха. Остров Вальгач, где и вёлся незаконный промысел, носит статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Местные власти уже не раз рассматривали вопрос о полном запрете сбора пуха. Эксперты считают, разорение гнезд негативно сказывается на популяции краснокнижной птицы. Оценить ущерб, нанесенный колонием пернатых, обитающим на Вальгаче, предстоит ученым, которые прибудут на остров уже в следующем сезоне.